4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. В этот день в Центре общественного здоровья проходит профилактическая акция «Будущее без рака». Доктор-мамолог принимает всех желающих пациентов. Консультативный осмотр врача-онколога-мамолога позволяет выявить визуальные формы рака. В случае необходимости пациентов направляют на дальнейшее обследование по рекомендациям врача. Под названием «рак» сегодня скрывается не менее сотни болезней. Любой орган или система могут быть поражены злокачественным новообразованием. В этот день мы стараемся всем напомнить о том, что необходимы регулярные профилактические осмотры, обследования. Для того, чтобы как можно раньше выявить либо начало заболевания, либо предраковые заболевания. Потому что мы прекрасно понимаем и знаем, что сегодня рак – это не приговор. Самое главное – раннее его выявление и раннее начало лечения, если это необходимо, либо профилактика. При ранней диагностике онкологии возможно стопроцентное излечение от заболевания. Медицинские работники отмечают, что все больше ульяновцев начинают правильно питаться, вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье. Елена Иванова регулярно приходит на осмотр к врачу-мамологу. Ну, конечно, необходимо пройти всем и знать состояние свое. Какое состояние? Из-за чего это может быть? Знать себя. За 12 месяцев 2021 года в Ульяновской области впервые было поставлено на учет 566 человек по заболеванию рак молочной железы. Процентной профилактики рака молочной железы ее нет и не может быть. Здесь каждая девушка, женщина должны знать свою наследственность. Это играет очень большую роль. Если у мамы, у бабушки, у тети был в анамнезе рак молочной железы или рак яичников, рак тела матки, рак шейки матки, здесь настороженность должна быть в несколько раз выше. После 35 лет каждая женщина должна ежегодно проходить УЗИ и маммографию молочных желез. Татьяна Калита увидела информацию о приеме онколога в Центре общественного здоровья и пришла на профилактический осмотр к доктору. Да, заботиться о своем здоровье необходимо для того, чтобы жить дальше и расти своих детей. В Центре общественного здоровья также можно пройти профилактический осмотр на предмет ранней диагностики заболеваний дыхательной системы. Мы проводим компьютеризированную спирометрию с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний легких, в том числе и онкологических заболеваний. К нам приходят люди потенциально здоровые, мы определяем функцию внешнего дыхания, определяем жизненную емкость легких и на основании этих результатов, которые мы выдаем на руки, отправляем уже на дальнейшее эндобследование или к космоспециалистам по необходимости. Записаться на диагностику в Центр общественного здоровья можно по телефону 325808.